А теперь о митингах в столице. Вчера мы показывали материал, в котором вы увидели всю подноготную о так называемых протестах под Нацбанком. Рассказали о том, кто собирает людей, сколько им платят и сколько кладут себе в карман. Материал вызвал резонанс, и мы решили еще раз разобраться с тем, что уже неделю происходит в центре Киева. После нашего сюжета о реальных событиях под НБУ, о том, кто и за что там собирается, а также кто и чем кормит весь этот народ, мы рассчитывали увидеть что-то новое, но увы. Все так же в 10 из людей формируют колонны, как Бурлаков тянут к Нацбанку. Потому что пенсия у нас от мертвого осла в уши, чтобы попробовать кафе с уши. Мы сюда пришли за життя, за Вадима Рабиновича. Но тут перед массовкой появляется нардеп, взбирается на привычный подиум и начинает клеймить интер и подробности за вчерашний сюжет. Особенно его задели кадры проплаты всего этого действа и запахи. Говорят, что от нас плохо пахнет. Риторика, как у савдеповского пропагандиста. Перевирая факты, нардеп только в конце наконец-то вспомнил, где он и зачем все это. Они сказали, что здесь нет ни одного человека, который пострадал от банковской системы. Но то, что так рьяно отрицает народный депутат, очевидно, не только журналистам. Уж слишком протестующие не похожи на обманутых вкладчиков. А вот что увидели удивленные гости нашей столицы. Я шел в колонии, слушал это, потом пришел на место, смотрел, как им всем раздают эти флаги, баннеры. Я просто посмотрел, что им все равно за что стоять. Мы точно узнали, во сколько обходится такой митинг и как его организовывают. Находим через активистов стоп-коррупции организаторов этого фестиваля. Представляемся помощниками нардепа, просим нам привезти людей на акцию. Тему никто даже не спросил. Разговор сразу о деньгах. Здесь где-то 2 тысячи. Не разведутся они меня? Не, а мы вообще не будем с этого дела. Сколько это общий бюджет? Ну, посчитайте, если 400 гривен на килограмм. Скажите, я в полмиллиона влезу? Дривен или не влезу? Полмиллиона? Тогда, наверное, не будет 2 тысячи. Больше, меньше? Тогда, наверное, будет тысяча с чем. А я думаю, что это будет 2 тысячи. Ну, тогда минимум 800 гривен. Простая как угол арифметика. Нардепу Рабиновичу 7 дней этой бессрочной, но длящейся реально с 10 утра до 13. Акции у стен НБУ обошлись в 22 миллиона гривен. Это если 6 тысяч, а не 400 человек, как он клянется спонсором. Куда и кому идет эта довольно существенная разница в деньгах. Мы не забудем об этом спросить у НПК. Зато уже неделю место для митингов реально обманутых вкладчиков или других партий у стен Нацбанка попросту заблокировано. А сам Рабинович при этом весьма неплохо себя чувствует. По крайней мере, у нардепа есть два солидных дома. Вот один из них. Он находится в столице. А другой расположен в Киевской области, в казине, которое называют поселком миллионеров. Нардеп из скромности может умолчать о них. А мы вам их покажем в ближайших выпусках подробностей. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер.